МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш земляк Максум Лавтевшаев стал победителем профессионального турнира по ММА и установил профессиональный рекорд по мировому рейтингу. В эти минуты в нашей студии Максум и его тренер Марат Алиев расскажут об участии в турнире и о предыдущих соревнованиях, в которых они тоже стали победителями. С ними встретилась Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Марат. Доброе утро, Максум. Я благодарю вас за то, что вы приехали сегодня к нам в гости. Конечно, я поздравляю вас сразу с двумя победами. Спасибо. Начнем с первой победы. Вы выиграли профессиональный турнир в Москве. И даже есть какой-то профессиональный рекорд. Да. Хотелось бы об этом узнать. Что это было, с кем вы дрались и как все прошло? Прошло. Можно сказать, все успешно для нас. Несколько раз просто меняли бойцов нам. Неожиданно так просто получалось. На месте, когда приехали, уже выступили успешно, выиграли. Но ты сказал, что есть какой-то рекорд. Это был рейтинговый бой, профессиональный турнир. Бойцовская лига называется «Первый клуб». Профессиональная. И по результатам боя уже открывается ему рекорд бойцовский, профессиональный, международный. Это все происходило в Москве. А буквально мы как-то и не увиделись. Мы все собирались, но жизнь вносила свои коррективы какие-то. Это буквально недавно вы были до этого турнира в Ставрополье. Тоже профессиональный пояс, правильно? Ну, там любительский турнир был. Это было за две недели до профессионального турнира. И там у нас была как обкатка. Максу, ты у нас сегодня первый раз в гостях. И у тебя уже, ну, наши зрители не совсем еще с тобой знакомы, наверное, кроме тех, кто любит бои без правил. И у тебя уже столько побед. Вот тренер твой рассказал, что твой соперник на этом турнире был чуть ли не в два раза выше тебя. И ты его, ну, буквально еле-еле выиграл. А ну расскажи. Да, действительно, нам меняли соперников. И когда туда мы прилетели, поменяли соперника после взвешивания, соперник поменялся. И дали мне на 15 килограмм он больше меня был. Выше? Выше, да. Здоровее намного. С трудом выиграл? Ну, можно и так сказать. Пошел до конца. Ну, молодец. Скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься боями без правил? Именно боями я начал у Марата Лива с июня месяца заниматься. А так до этого вольной борьбой занимался в поселке Аркин-Шахар. Ну, насколько сложно было уйти из этого вида спорта вот в другой? Не знаю. Для меня не было сложно, в принципе. Марат, ну ты взрастил ни одного спортсмена, мы это знаем. Какие перспективы у Максума? У Максума сейчас будем только по профессиональной дорожке идти. Ну, пока особо ничего не планируем из-за вот этого карантина. Сейчас непонятная ситуация. Ну, готовимся. Есть там пару вариантов, но пока не хочу говорить. Когда получится, тогда. Потому что жизнь носит, как известно, свои планы. Ну, что же, я поздравляю вас с этими хорошими победами. И дальнейших побед, здоровья, успехов вам. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы Ногайской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Московский индустриальный банк. Новый комплекс «Европейский» открывается. Новый, комфортный, с широким ассортиментом и специальными ценами. Хутор Хорошевский, улица Шоссейная, 25. Город покупок «Европейский». Всё лучшее в порядке вещей. В меховом магазине фабрики «Аделина» «Чёрная пятница». Все цены пополам. Только с 21 по 29 ноября. Пятигорск, Широкая, 117. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова